Привет! С вами канал MadScience и сегодня вы узнаете, справится ли каймановая черепаха с огромной тушкой курицы. Поехали! Видео несет документальный характер и ни в коем случае не призывает к насилию. В данном видео показан принцип кормления каймановой черепахи. Но перед тем, как провести этот эксперимент, я решил правильно подготовиться. На данный момент уровень воды в этом аквариуме недостаточно большой. Ну а чтобы вам было хорошо видно, что будет происходить под водой, я подготовил вот такой огромный 10-литровый бутырь, в котором находится вода комнатной температуры. Перед заливкой 10 литров воды я замерил уровень воды в аквариуме и он составлял 10 сантиметров. Давайте посмотрим, сколько воды в нем прибавится. Теперь обзорность в этом аквариуме будет намного лучше, а уровень воды составил 15 сантиметров. Как многие из вас уже знают, каймановая черепаха питается мясом, ведь она настоящий хищник. И обычно я ее кормлю вот такой вот куриной филешкой, которую она с радостью принимает в пищу. Как раз в процессе таких вот кормлений у меня возник вопрос, а что если ей поместить огромную тушку курицы и посмотреть, как она сможет с ней справиться? После кусочка этой куриной филешки черепаха неспокойно передвигалась по аквариуму, ведь она искала пищу. В запасе у меня был вот такой огромный сушеный таракан, и мне было интересно, сможет ли она его съесть? Судя по этому хрусту, я думаю вам все понятно и без комментариев. В сушеных насекомых также находятся необходимые для черепахи питательные вещества. За это время, пока у меня находится эта каймановая черепаха, что она только не ела. И это говорит о ее универсальной всеядности. То есть в дикой природе такие особи точно не пропадут. Да и зимой эта каймановая черепаха в водоеме сможет выжить, ведь она переносит низкие температуры. Ну а тут черепаха поедала купленного в зоомагазине замороженного цыпленка, которого я предварительно разморозил. В одном из супермаркетов я нашел куриную тушку, которая была маленькой. Но она нам сейчас точно не понадобится. И если вам будет интересно, то эту куриную тушку, которая поменьше, я скормлю Геннадию. Ну а если вы хотите увидеть, как крокодил поедает ту маленькую куриную тушку, то напишите в комментарии слово «хочу». Ну а что касается этой огромной куриной тушки, то в сравнении с черепахой, она просто в несколько раз больше ее. Ну и теперь я думаю, пора перейти к самому интересному. Вы только сравните, каких она огромных размеров. Но черепаху это никак не смутило. Так вышло, что куриная тушка повернулась к черепахе задом. И черепаха принялась кусать как раз за копчик этой курицы. Ну а в этом моменте как раз видно, как каймановая черепаха огромными острыми когтями помогает разорвать эту курицу. Можно только догадываться, что было бы, если каймановая черепаха схватит такую огромную курицу, когда она будет живой. Но к счастью для курицы, живые куры в водоеме не водятся. Зато там хватает других водоплавающих птиц, которые постоянно находятся под угрозой. Конечно же в тех местах, где обитают эти каймановые черепахи. Если внимательно присматриваться к этой тушке курицы, то можно увидеть, что вся задняя часть практически разорвана. Ну а это нам говорит о том, что у нее не только острый клюв и такие же острые когти, но и огромная сила. Ведь если хоть раз в жизни вы разделывали тушку курицы, то можете вспомнить, какие необходимо было приложить усилия, чтобы оторвать от этой курицы небольшой кусок. Ну а только что вы как раз видели те места, куда она впилась когтями. Периодически в трапезе черепаха выглядывала из воды, чтобы набрать еще раз воздух. Ну и спустя время, когда черепаха наелась, я решил достать эту тушку курицы и рассмотреть ее более подробней. Ну и конечно то, что я увидел, меня действительно очень удивило. Поэтому я решил поделиться с вами таким вот видео. Ну а если оно было для вас действительно интересным, то обязательно поставьте на него лайк. Кстати, очень скоро выйдет новая рубрика, в которую я уже вложил 1000 долларов. Ну а если вам интересно узнать, что это будет за такая дорогая рубрика, то напишите в комментарии слово «интересно». Ну и так я узнаю, кого я из вас заинтересовал и сколько заинтересованных в этом проекте. Не забывайте также подписываться на канал, кто не подписан, и жать на колокольчик. А на этом пока все. Всем пока.